Талантливые люди Брещины, участники творческих объединений, самостоятельные творцы, встретили за круглым столом, чтобы обменяться опытом. О плюсах коллективной работы в Союзе писателей в Беларуси рассказала председатель его областного отделения Татьяна Демидович. Сегодня в этой творческой организации области 51 представитель, профессиональные поэты, прозаики и публицисты. Будучи в Союзе, творческие люди совершенствуют свои навыки, занимаются совместным поиском актуальных тем, пробуют себя в разных направлениях, участвуют в литературных конкурсах, издают коллективные сборники. Возрастной диапазон членов Союза широкий. Самый молодой писательница – 26. Союз писателей проводит большую общественную работу. Мы работаем со школами, работаем с общественными другими организациями, с библиотеками, с университетами. И, конечно, мы привлекаем внимание новых авторов. Молодые творческие люди регулярно пополняют ряды Союза писателей, но эта возможность выпадает только самым настоящим талантом с приличным творческим багажом. Конечно, процедура такая достаточно длительная, долгая. То есть идет сначала предварительный отбор у нас в области, потом мы рассматривают комиссию в Минске, и только спустя такой вот трудный отбор литератор становится членом Союза писателей. 16 творческих людей из Кобрина состоят в литературном клубе поэтикам, 75 публикаций в различных журналах и газетах. Результат объединения за прошедший год. Ни одно произведение не было отправлено, что называется, в стол, а нашло отклик у читателя. Мы общаемся, мы делимся своим творчеством друг с другом, мы организовываем мероприятия для зрителей, мы проводим литературные конкурсы. У нашей Кобринской библиотеки совместный проект с газетой Кобрин Информ, он называется «Литературная страница». Этому проекту уже около года ежемесячно выходит литературная страница со стихами кобринских поэтов. Выход к широкой читательской аудитории среди явных плюсов как для начинающего, так и для опытного писателя. То, что творческие союзы в этом помогают однозначно. А еще членство в объединениях – это оттачивание литературного мастерства и профессиональный рост, отметили участники «Круглого стола». София Бережная, Сергей Матвеичук, телерадиокомпания «Брест».